Игорь Янолгром Бывшего начальника аппарата, руководителя аппарата министра обороны Васильевой постучали следователи. Самым странным образом дверем открыли министр обороны господин Сердюков. По крайней мере, по той информации, которая распространена в СМИ, в квартире, в которой проводился обыск, вместе с бывшим руководителем аппарата министра обороны, в России находился и сам министр обороны. Конечно, хотелось бы задать вопрос, что там делал в столь раннее время министр обороны, но мы не будем его задавать, просто потому, что мы знаем ответ на этот вопрос. На самом деле, все очень пикантно и все очень интересно. Прямо напротив здания министерства обороны располагается особняк. Особняк, это достаточно долго, опять же, принадлежа министерству обороны, вмещал в себя квартирное управление и главное финансовое управление. Но буквально в первый месяц прихода Сердюкова он был отобран и передан для строительства и восстановления. В результате этого строительства и восстановления возникло некое архитектурное чудо. Этот особняк был скромно наречен некой приемной министра обороны. Но почему-то в приемной там никто не был замечен, никого там не принимали, а верхний этаж этой приемной, несколько сот квадратных метров в центре Москвы на Знаменке, вдруг оказались ничем иным, как личной квартирой министра обороны. При этом, чтобы всякие подлые народишки и людишки не мешали министру отдыхать, был закрыт пароход и проезд по переулку, в котором располагалось это знание. Самое интересное, что за этим зданием находится школа. И единственный путь к этой школе раньше пролегал именно через закрытый переулок. После чего всем детям вместе с родителями приходится совершать большой крюк вокруг всего квартала, чтобы попасть в школу. Но отдых министра уже никто из подлых людей не тревожит. Странным образом наблюдатели стали замечать, что вместе с министром на благоденствует и отдыхает женщина, совсем не похожая внешне на ту жену министра обороны, которую традиционно принято считать таковой. Поэтому мы не будем задавать вопрос, что делал у юной молодой женщины, 30-летней, Васильевой, наш министр обороны. Потому что, в общем, фантазии у нас много, и волей мы ей давать не будем. Интересно другое. Интересен объект скандала. Объект скандала – оборонный сервис. Еще точнее, та его часть, которая занималась приватизацией и продажей имущества Министерства обороны, если быть очень конкретным, то недвижимости. Следственный комитет России в лице Владимира Маркина предъявил обвинение высшим чиновникам Министерства обороны и конкретно Васильевой в том, что с ее подачи, с ее помощью при ее протекции было похищено имущество и недвижимости по цене как минимум на 3 миллиарда рублей. Но я считаю, что эти 3 миллиарда рублей – это только самая верхушка громадного айсберга всего того, что творилось в недрах Министерства обороны и оборонсервиса за эти 3 года. Это очень малая часть того, что можно вскрыть. Я думаю, что вскроется, когда будет скрыта вся полная картина, то очень у многих людей возникнет чувство шока. Достаточно сказать, что несколько месяцев назад, в июне этого года, уже разразился скандал вокруг нецелевого затрачивания денег и насчет просто обычного банального попила. Так, в рамках оборонсервиса на стирку белья для солдат, а также на помывку личного состава, было выделено более 5 миллиардов рублей, из которых только 2 миллиарда рублей дошли непосредственно до тех, кто это белье стирает, а остальные загадочным образом растворились в воздухе. При этом очень вскользь и очень туманно упоминались о том, какие взятки проходили на конкурсах по кормежке личного состава, на закупках продовольствия, на выбор компании, которые будут заниматься тем, что будет кормить солдат по всей стране. И суммы, которые вращались там, являются десятикратно превосходящими все то, что сейчас предъявляется и госпожа Васильевой, и опять же упомянутой мной стиральной компанией «Авест». На самом деле, в лице нынешнего оборонсервиса, мы имеем граватного коррупционного спрута, который настолько глубоко впился и врос в тело нынешней российской армии, что представить, как его выкорчевать, практически не хватит фантазии даже у хорошего фантаста. Потому что фактически структура, которая была выстроена под знаменитый теперь уже военный аутсортинг, фактически является ничем иным, как громадной попильной конторой, которая не просто отсасывает часть денег от Министерства обороны, а которая просто, как минимум, эти деньги половинит. Поэтому на самом деле у Следственного комитета России впереди еще очень много работы. Так много, что господин Сердюков, которого почти выдернули с утра пораньше из теплой постели, той гостью, у которого он находился, наплевав на все чиновничьи законы, не появился на заседании правительства. Вместо него срочным образом поехал затыкать дыру его ближайший помощник и заместитель Николай Панков. И хотя в ведомстве Медведева мутные сквозь зубы объяснили, что такая рокировка была продумана заранее, просто Панкова забыли внести в список тех, кто должен прибыть на заседание правительства, тем не менее осведомленные лица говорят, что ни о каком заранее прибытии Панкова на заседание правительства речи не шло. Сам министр обороны в это время находился в оборонсервисе. Можно представить себе, насколько загорелось под хвостом у господина Сердюкова, если, махнув на все рукой, сломал все свои графики и лично оказался в том здании, где ведутся обыски. По последней информации, обыски закончились только глубоким вечером. Что было изъято в результате этих обысков, что мы узнаем очень скоро, покажет время. А мы же с вами будем ждать развязки. Субтитры создавал DimaTorzok